Здравствуйте! Следующие несколько минут эфира вы проведете с программой Велопилот и мной, Викторией Пожигановой. Я занимаюсь кросс-кантрис с 2009 года. Села на велосипед благодаря тому, что хотела очень сильно путешествовать, а общественный транспорт не позволял посмотреть просто все достопримечательности, которые можно было увидеть в определенных местах. Потом это переросло с путешествий в соревнования, которые привели меня к тому, что в 2014 году я стала чемпионкой Украины по горному велоспорту среди зрителей и чемпионкой Украины среди марафонов в кросс-кантре. И сегодня в программе новости КайТек, мастер-класс от дяди Жу, велопутешествия по Исландии и истории у костра от Александра Жюлея. Аэродинамический зонтик для велосипеда Велосипедисты, в отличие от владельцев машин, сильно зависят от погодных условий. Чтобы защититься от дождя или снега, они вынуждены пользоваться неудобными плащами, которые ограничивают обзор и сковывают движение. Концепт нового специального зонта для велосипедистов LeafExpro, способного защитить седока от прямых и боковых потоков ветра и дождя, был запущен на платформе Kickstarter. Сейчас вы смотрите процесс испытания LeafExpro при плохой погоде. LeafExpro выглядит как прозрачное крыло. Внешний вид велосипед без сомнения меняет, но аэродинамики, по уверениям создателей, это не вредит. Кстати, разработчики особое внимание обращают на такую функцию, как свобода движения рук. Можно двигать ими, показывая направление своего поворота, без возможности намокнуть. Правда, за отведенное время планируемая сумма средств в 20 тысяч долларов не была собрана, но авторы не унывают, обещают усовершенствовать свой зонт и вернуться на рынок с новыми идеями и предложениями. Хорошей всем погоды! Новейшая модель старейшего колеса Британский изобретатель Сэм Пирс создал амортизирующие колеса для велосипедов и инвалидных колясок с целью помочь пользователям преодолеть неровные улицы и пересеченную местность. Заново изобретенное колесо LoopWell было избавлено от спиц и оснащено системой подвесок внутри самого обода. Это дает возможность более гладко двигаться велосипедистам и легче обслуживаться пользователям инвалидных колясок без посторонней помощи. Я думаю, что я заново создал колесо, заявляет Пирс. Подвески состоят из пружин, которые заменяют традиционные спицы. Пружины изготовлены из углеродного композитного материала и располагаются внутри обода колеса. Главная их особенность в том, что они смягчают удары седока во время поездки. Центральный узел перемещается, когда из пружин прогибается в ответ на действие сил на колесо. Алюминиевый обод остается твердым. В отличие от обычно используемых подвесок вилок в велосипедах, лук вилл обеспечивает амортизацию по всем направлениям и реагирует на удары по всему диаметру. Это также защищает седока от вибраций, появляющихся во время движения. Еще одним плюсом является то, что такое колесо невозможно проколоть, а значит, оно не требует замены. А партнер программы «Велопилот» – интернет-магазин «Мбайк». «Мбайк» – велосипеды для профессионалов и любителей. И топ-новость от нашего партнера – это распродажа велосипедов 2014 года торговых марок «Кананделл» и «Прайд» со скидками от 15 до 25%. Мы ждем вас! Каждый, кто занимается велоспортом и ездит на велосипеде, прекрасно понимает, что в пути могут случиться любые непредвиденные ситуации. И зачастую это могут быть даже неприятные поломки. И не всегда мы под рукой можем иметь то, что спасет нас от этой поломки и поможет просто-напросто выйти из ситуации. Как справиться без всего самого необходимого, сейчас проведет мастер-класс Александр Жулей. Здравствуйте! Сегодняшняя передача. Хочу вам рассказать о том, что когда вы будете в пути, в дороге, что если у вас случилась какая-то проблема, то всегда найдется какой-то выход. Проблемы могут всякие, допустим. Может быть, с тем, что у вас там лопнула спица. Проблемы может быть тем, что у вас отказал какой-то тормоз. Сейчас хочу рассказать вам, что нужно делать, если вы вдруг порезали покрышку или пробили камеру, а у вас не оказалось, к примеру, латок. И как можно доехать, чтобы доехать, чтобы все-таки добраться в нужную точку при наличии хотя бы насоса. Ну, к примеру, покажем так. Если у вас есть камера, и появилась маленькая дырочка, дырочка небольшой порез, а все-таки маленькая дырочка, то вы сможете просто взять насос, раскрутить его, залить в него воды, не дать воде вылиться, вставить и закачать насос несколько, в камеру залить несколько насоса воды. Ну, то есть, ориентировочно около полустакана воды. Если дырочка маленькая, то вы сможете доехать довольно-таки далеко с этой водой. Бывало так, что, допустим, после тренировки, приехав на воде, на следующий день катаешься и забываешь, что у тебя в камере вода. Вот. А сейчас я вам расскажу, что случилось, допустим, если у вас действительно какая-то проблема очень серьезная. Ну, я, к примеру, беру старую камеру, которая полуживая, и сделаем, ну, допустим, у вас большая дырка, ну, очень большая дырка. Видите, вот случилось у вас вообще вот такая беда. Мы возьмем эту камеру, в которой дырка, и вам нечем заклеить. Сейчас я вам покажу, как связывается камера. Способ самый простой. Вы можете точно так завязать вместо дырочки, а может быть и вот, если у вас просто вот такой вот, только для того, чтобы доехать. Взяли камеру, сложили, проверили соосность, и завязываем самый обыкновенный узел. Нужно только обратить внимание, чтобы узел был связан очень туго. Если вы связываете узел очень туго, то у вас, возможно, будет проходить воздух. Ну, стараясь сместить как можно дальше для того, чтобы камера имела нужную длину. Если длина будет очень маленькая, то вам будет очень сложно вставить ее потом покрышку и вобот. То есть надо будет, конечно, помучиться, вставить эту камеру в покрышку, вобот, и после этого надо будет надуть. Итак, мы берем... Берем... Вот, кстати, можно эту покрышку использовать. Типа показать, что якобы... И вставить ее. Вначале как-то нужно затянуть, прежде всего, конечно, помучиться, а после этого ставить ее в покрышку. Ну, давайте попробуем. Попробуем сделать так. Если вы это все натянете в обот и потом накачать и сделаете хорошее давление, то, несмотря на что, тут есть какой-то узел, у вас будет хоть немножко подпрыгивать, но вы сумеете доехать. Вот. Еще хотел рассказать, что бывает так, что, допустим, вы просто порезали покрышку. Опять же, продемонстрируем, что, допустим, у нас порезана покрышка. Я беру ножницы, это млинушь, чтобы продемонстрируешь, чтобы крышка у нас порезана. Хорошая покрышка, все мережутся. Вот. Мы все-таки порезем. Вот у нас довольно-таки личный порез. Допустим, это у нас произошло бы такое в дороге. Кажется, что ехать невозможно, но это, опять же, обман, что ехать невозможно. Мы возьмем камеру и в том месте, в котором будет этот порез, возьмем скотч, не обязательно армированный, может любой скотч, обработаем в этом месте камеру, постараемся сделать так, чтобы именно в этом месте камеру можно было надуть, и она имела примерный объем покрышки. Обод иногда от того, что он стирается, раскрывается, и покрышка вся вылазит на наружу. Ехать, кажется, что таким поход невозможно. Вот в том году в Грузии у меня случилось так, что это произошло. Я точно так же обработал камеру, камеру вставил в покрышку, и там, где было соприкосновение обода с покрышкой, покрышка не давила сильно на обод, и таким образом я на убитом ободе доехал, наверное, километров 200 проехал. Так что это еще один способ, как скотч спасет мир. А сейчас мы продолжим велопутешествие по Исландии с легендой велоспорта Александром Жюлием. В эфире телеканала ОТВ, третья часть. Будьте с нами! Исландия по праву называется островом огня и льда. Ее долины великолепны, а водопады встречаются такой красоты и мощи, что удержать эмоции просто невозможно. Водопад Гулфос – первый из увиденных нами. Водопад состоит из двух ступеней 21 и 11 метров высотой, развернутых друг к другу под прямым углом. Особенно хорош Гулфос в солнечную погоду, когда среди водяной пыли поднимается радуга невероятной красоты. И мы движемся дальше, дорогами Исландии, любуясь по пути природными красотами. Совершенно неожиданно вдали от городов и поселков мы встретили удивительную исландскую семью. Йорген и Аста 24 года назад приобрели здесь, среди холмов, участок каменной пустыни. Любовь и труд в течение двух десятилетий, и перед нами удивительный оазис с зеленой лужайкой и очень редкими для этих краев деревьями. А мы с удовольствием провели вечер в компании новых друзей. Редактор субтитров А.Семкин Наши испытания на сегодня – дорога по плоскогорью, покрытая крупными и легкими вулканическими камнями. Иногда увязали, иногда падали и пробивались, но мы двигались вперед. Путешествовать на джипах по Исландии очень популярно. Один из таких караванов мы встретили в этот день. Только настоящие внедорожники могут уверенно преодолевать глубокие броды, которые в изобилии встречались нам на этой дороге. Нам же приходилось кожей почувствовать всю прелесть ледниковых вод. Прыжки на велосипеде по булыжникам не прошли бесследно. Ремонт багажника был логичным продолжением прошедшего дня. Вот так ремонтируется в походе. И сломался багажник. Берешь лошадь, сворачиваешь с нее подкову. На счастье, приматываешь багажнику. Очень точно надеемся, что багажник у нас стал вместе продерживаться еще какое-то время. Наградой за трудный день стал для нас водопад Хайфос, под которым мы расположились в лагере. Субтитры делал DimaTorzok Такого удивительного зрелища мы не ожидали, хотя и готовились к нему. Потоки воды, падающие со 100 метровой высоты, разбивались в пропасти где-то глубоко под нашими ногами. Простор и мощь завораживали и заставляли нас дышать глубже и чувствовать себя совершенно счастливыми. Велосипедисты Велосипедисты Народ очень веселый и общительный. И ни одно путешествие или поход не обходится без костра и веселых и увлекательных историй от активных и свободных людей. Я много ездил на велосипеде, но мотоцикл это была степень свободы. Тогда холостяковал, еще не женатый ни разу был. У меня были невесты в Полтаве, в Харькове, по всей Украине. Носился, было интересно. Сел и в любой момент 2-3 часа в другом городе. А тут мне звонит друг мой, а он сам с Балаклавы, севастопольский. Говорит, Саня, мы тут такой шашлык хотим сделать. Вот, приезжай в Ласпик к нам. Ну, я, естественно, на мотоцикл и поехал туда. Ну, несусь, аж... Тут впереди едет машина. А Жигуль какой-то догнал. А в Жигулях сидит девчонка симпатичная, такая, как ты. И она вот так сидит, моя ровесница, например, сидит на задних кресле, вот так вот, и смотрит на меня. И у нас возник такой диалог, типа, ну, зрительный диалог. Я рассматриваю, какая она красивая, а она смотрит, что я тут, это, на мотоцикле, и едем, едем, едем. А тут проезжали мимо помидоры, огурчики продавались. И маманя, видать, говорит отцу, давай купим помидоры. А он говорит, зачем мне помидоры? А потом, ну, давай, и как даст по тормозам. А тут я с задней мотоцикле. Ну, мотоцикл стала вести. Я среагировал так же самое, как и он, но мотоцикла четыре, два колеса, а машины четыре колеса. Я стал надвигаться рисканно, и мне стало разворачивать. Я ногу выставил, ну, что-то хрумс, оп, мотоцикл выровнялся, я встал на мотоцикле. Только мотоцикл вставать, упал. Поднимаюсь, опять падаю. Не пойму, что такое. Потом стрел на ногу, а у меня нога вот сюда завернута. Я встал, как чулок, типа, надел, хрумснул. Все, смотрю, нормально, хорошо. Думаю, боже мой, как сон какой-то страшный. А эта девочка оказалась не такая уже молоденькая. Ну, они видели всю эту аварию, остановились. Говорит, у тебя будет скоро шок, у тебя скоро будут очень большие боли. И надо обработать. Ну, сделала мне йодовую сеточку. Просто йодом помазала как-то так. Вот. Я сел на мотоцикл, это было под Жанкой. И понесся дальше туда, под Севастополь. Нога болела, гудела. И у меня джинсы стали расходиться по швам. У меня колено вот такое стало. Ну, потом меня друзья встретили. Я там две или три недели пробовал в Ласпе. У меня даже туалет носили на руках, потому что я ходить не мог. Вот такая история. И с тех пор я решил от мотоцикла избавиться. Потому что мне ноги, ноги, и все остальное стало дороже. Так что мотоцикл я не взлюбил. Тем более, у меня частично заменил велосипед. А велосипед это же уже... Тебя супер. Да. А партнер программы Велопилот – интернет-магазин М-Байк. М-Байк – велосипеды для профессионалов и любителей. И топ-новость от нашего партнера – это распродажа велосипедов 2014 года торговых марок Cannondale и Pride со скидками от 15 до 25%. Мы ждем вас! Спасибо всем, кто провел это время вместе с нами. Я, Виктория Пожиганова, прощаюсь с вами ненадолго. Садитесь на велосипед и активно проводите свое время. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин